Карабах 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прошлом году президент Азербайджана Ихам Алиев совершил 32 поездки на освобожденные территории страны. Примечательно, что восстановительные работы на деоккупированных землях ведутся исключительно за счет государственного бюджета, никаких кредитов. Бывшие вынужденные переселенцы с нетерпением ждут возвращения в родные места. Мы видим, какие масштабные работы проводятся в наших родных краях. За короткое время достигнуто столько успехов, причем все делается по последнему слову техники. Будет возрождено не только наше село Агалы, но и весь Карабах. Эти земли действительно будут превращены в райский уголок. Мы верим президенту Ильхаму Алиеву. Все жилые дома и другие объекты в умном селе Агалы будут обеспечиваться энергией из альтернативных источников. Сооружается и гидроэлектростанция. Не исключено, что в будущем лишнюю энергию можно будет продавать за рубеж. В Агалы будут также производить знаменитый итальянский сыр моцарелла. Соответствующую ферму там создает компания из Италии. А самыми последними цифровыми технологиями Агалы снабдит одна из крупнейших мировых компаний – Huawei. Управление большинством процессов будет осуществляться посредством дронов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане годом города Шуша. Культурная столица в текущем году готовится отметить свое 270-летие. В связи с этим запланировано проведение торжественных мероприятий в городе Шуша, в том числе грандиозных фестивалей, концертов, выставок, а также вечеров поэзии. Колыбель азербайджанской музыки и искусства – консерватория Кавказа. Город Шуша с давних времен известен как сокровищница национальной культуры, чьи талантливые уроженцы веками прославляли Азербайджан. Примечательно, что 2022 год объявлен годом города Шуша. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, писатели, исполнители, музыканты, деятели науки и образования. Именно в этих краях зародился древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства мугам. Выдающийся азербайджанский композитор Узир Гаджиби Эли, творивший в Шуше, является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана и автором первой оперы на Востоке Лейли Меджинун. Считаю распоряжение господина президента об объявлении 2022 года, годом Шуши, прекрасной новостью для каждого гражданина Азербайджана. Это продолжение карабахской темы. Это продолжение того, что беспокоит каждого гражданина Азербайджана. А что касается Шуши, то я думаю, в особенности все деятели культуры и искусства ответят на этот серьезный призыв. Новость о том, что 2022 год объявлен годом города Шуша, очень нас обрадовала. Шуша известна во всем мире как культурная столица Азербайджана, колыбель национального искусства. Новость об объявлении 2022 года, годом города Шуша, не только радостная, но и накладывает на нас определенную ответственность. Перед нами поставлены новые задачи и цели, которые мы намерены реализовать на самом высоком уровне. Сегодня Шуша стремительно восстанавливается и встречает своих гостей в новом облике. В этом году Шуша отмечает свое 270-летие. За период почти 30-летней оккупации колыбель азербайджанского искусства была подвергнута большим разрушениям, актам вандализма. Однако после освобождения город Шуша стремительно восстанавливается, ведутся работы по реконструкции. Город уже стал площадкой для проведения различных культурных событий. В 2021 году Шуша принимала грандиозный музыкальный фестиваль «Хары-бюль-бюль», дни поэзии Вагифа, а также мероприятия, связанные со 120-летием Хана Шушинского. Спустя почти 30 лет «Мугам» вновь звучит на джидыр-дюзю. Я абсолютно уверен, что художники Азербайджана со всей ответственностью подойдут к этой теме. И не сомневаюсь в том, что будут созданы прекрасные произведения, посвященные Шуша, ее природе, ее истории. И я могу сказать, что мы уже начали это делать. Готовиться к предстоящим мероприятиям по случаю объявления 2022 года, годом города Шуша, мы уже начали. Одним из первых мест, которые посещают гости Шуши, это дом-музей народного артиста «Бюль-бюля». В этом году их ожидает большая музыкальная программа. Запланированы концерты, конкурсы, встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. Своё мастерство продемонстрируют азербайджанские народные певцы, исполнители «Мугамов» Ханенде. Прекрасный по своей природе архитектуре город после проведения всех восстановительных работ также станет центром туризма. 2022 год для города Шуша будет ознаменован яркими торжественными событиями, фестивалями, концертами, конкурсами, выставками, творческими проектами, вечерами поэзии и юбилеями. Одним словом, в культурной столице будет представлена вся палитра древней культуры и искусства Азербайджана. Эльнара Алиева, Си-Би-Си. Агентство по разминированию Анама обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях. Так, с 1 по 30 декабря в Тартарском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангеланском районах были обнаружены 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, 555 неразорвавшихся боеприпасов. Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 419,2 гектара территории. Одной из причин внутренней стабильности и хороших перспектив на будущее Азербайджана является баланс интересов, невмешательство во внутренние дела друг друга и очень прагматичный подход к сотрудничеству с соседними странами. Страна, завоевавшая в глобальном масштабе авторитет надежного партнера, выступает за мир и стабильность в регионе. Укрепление и развитие сотрудничества с соседями. Этот принцип четко отражается во внешней политике Азербайджана. Страна, завоевавшая в глобальном масштабе авторитет надежного партнера, выступает за мир и стабильность в регионе. Я думаю, главным итогом ушедшего года является тот факт, что мир принял итоги Второй Карабахской войны. Это очень важно. Важно с точки зрения укрепления безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. И совершенно прав глава нашего государства, заявляя в предновогоднем обращении к азербайджанскому народу, о том, что события, процессы, происходящие и происходившие после войны, они еще раз доказали всему миру нашу правоту. Мы освободили свои территории, свои земли, и мир практически это принял. Это имеет большое значение. Отношения с Турецкой республикой, первые признавшие независимость Азербайджана, имеют чрезвычайное значение. Двухсторонние отношения между двумя странами в настоящее время являются примером для всего мира. Подписанная в прошлом году Шушинская декларация официально поднимает турецко-азербайджанские связи на уровень союзничества. Об этом заявил президент Азербайджан Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Союз Баку и Анкары построен на дружбе и сотрудничестве. Можно сказать, что в сегодняшний день Азербайджан и Турция являются военным союзниками. Кроме этого, между двумя странами внешняя торговля активно растет. По плану торговли Турция является самой крупной торговлей партнером Азербайджана. Азербайджанские инвестиции в Турцию поступительно растут. Это и дает возможность по дальнейшему таможенному интеграции между двумя странами. К слову, новое сообщение между Турцией и Азербайджаном обеспечит Зенгизурский коридор, который объединит весь тюркский мир. Посредством этого коридора Россия также сможет еще больше укрепить торговые связи с Арменией, Ираном и Турцией. Во внешней политике Азербайджана особое внимание уделяется и развитию сотрудничества с северным соседом. Азербайджано-российские отношения сегодня активно развиваются. Особенно они активизировались после решения Карабахского конфликта, что произошло не без помощи России. Баку является сторонником дальнейшего усовершенствования взаимовыгодного сотрудничества с Москвой в экономических, политических, социальных и культурных сферах. В ходе своего новогоднего обращения Ильхам Алиев также выразил уверенность, что связи с Россией в предстоящий период поднимутся на более высокий уровень. Для меня вот событием года станет, наверное, открытие выставки, которая готовилась все последние месяцы о декоративно-прикладной культуре русских, которая эта выставка открывается в Баку, отношения России и Азербайджана. И они будут, мне кажется, очень хорошо развиваться. Посмотрите, Азербайджан за минувший год сделал ряд, мне кажется, просто смелых шагов. Все основные транспортные и энергетические коммуникации Азербайджана проходят через Грузию. Две страны находятся в постоянных контактах. Отношения Баку и Тбилиси на сегодняшний день совершены. Две страны являются стратегическими партнерами. Азербайджан является одним из основных инвесторов в Грузии. Первым или вторым по величине налогоплательщиком. Существует и трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном. Грузия и Азербайджан являются традиционно дружественными государствами, дружественными друг другу к народам. В минувшем году между Грузией и Азербайджаном был достаточно серьезный рост товарооборота, торгово-экономических отношений. Азербайджан занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Грузии. По восходящей во всех областях развиваются и иран-азербайджанские отношения. В прошедшем году между Баку и Тегераном был подписан исторический документ, который показывает, насколько глубокие отношения между двумя странами. Документ, по которому Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран, имеет очень большое значение и с точки зрения экономической и энергетической безопасности. В обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года президент Ильхам Алиев также выродил надежду на то, что когда-нибудь у Азербайджана будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Я думаю, очень многое будет зависеть и от Армении. Если Армения, как соседнее государство, заинтересована в стабильности в этом регионе, она должна сделать все необходимое, чтобы в этом регионе воцарился мир. Как отметил президент Ильхам Алиев, во всяком случае встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, вселяют определенные надежды. Ильхам Алиев также отметил, что достигнутые на этих встречах договоренности в нынешнем году найдут отражение в реальной жизни. Альбина Абдурахманова, CBC. Цены на пшеницу впервые в первые дни 2022 года на американской бирже показали тенденцию к снижению. На фоне последствий распространения пандемии COVID-19 и опасений по поводу новых штаммов вируса наблюдался рост мировых цен на продукты питания. Эти процессы также способствовали увеличению стоимости пшеницы. Цены на зерновые достигли восьмилетнего максимума. Неблагоприятные погодные условия стали одной из причин опасений относительно сокращения урожая пшеницы. Кроме того, высокие цены поддерживают ограниченное предложение основного поставщика зерна России. Для того, чтобы уменьшить влияние мировых цен на местный рынок, правительство Азербайджана в течение прошлого года оказывало значительную поддержку импортерам и производителям муки. Повышение цены на пшеницу в период конца зимнего периода и начало весеннего – вполне ожидаемое явление, поскольку, как правило, продавцы стараются продать весь запланированный объем, а остальную часть хранить до весны. Именно в данный период, как правило, рост на пшеницу составляет от 10 до 30%. По мнению экспертов, внутреннее производство зерновых в Азербайджане может компенсировать проблемы на мировом рынке. Немаловажны и значения зернового страхового фонда, который играет нивелирующую роль, как в закупках отечественной пшеницы, так и в рыночной интервенции, для того, чтобы сгладить проблемы спроса и предложения на внутреннем рынке. Отечественные производители, крупные зерновые предприятия, а также фермерские хозяйства, безусловно, выигрывают от такого роста, поскольку к началу посевного сезона распродают свои запасы по более высокой цене, что, в принципе, позволяет проводить эффективные посевные мероприятия. Данная дихотомия вынуждает государство ввести селективное регулирование цен, выделяя непосредственно внутренних производителей пшеницы, экспортеров зерновых и непосредственно производителей хлебобулочных изделий. В текущем году правительство Азербайджана также предпримет все необходимые шаги для минимизации влияния роста цен. Азербайджан стал второй страной по объемам поставок за 2021 год из Турции оборонной и аэрокосмической продукции. Вооружение и техника турецкого производства, закупленные Азербайджаном, сыграли важную роль в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации в ходе Карабахской войны в 2020 году. У Азербайджана с Турцией очень тесные контакты, особенно в военной сфере. Об этом неоднократно заявлял президент Азербайджан Ильхам Алиев. Революционные шаги, предпринятые Турцией в сфере национальной обороны и промышленности в последние годы, стали одним из ключевых шагов в победе во время 44-дневной Отечественной войны. У Азербайджана с Турцией очень тесные и, можно сказать, имеют многолетние взаимоотношения в области технического сотрудничества. Это и в области связи, и в области управления, и в области оптики, и в электронной области, можно сказать, во всех сферах. Но во время войны вся продукция, которая поступала к нам из Турции, она показала очень хорошо себя. Поэтому, в принципе, после войны, ну, во-первых, президент Азербайджана неоднократно говорил, что война показала, кто наш друг, а кто нет. Поэтому с друзьями у нас, естественно, мы будем расширять свою сотрудничество во всех сферах, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве. В последние годы стремительное развитие сектора обороны промышленности Турции, использование страной оружия собственного производства в борьбе с терроризмом и в операциях по обеспечению внутренней безопасности, повысили интерес в мире к военной технике, производимой в братском государстве. Таким образом, в 2021 году экспорт оборонной и аэрокосмической промышленности Турции установил новый рекорд – 3 млрд 224 млн 786 тысяч долларов США. В целом поставки были произведены на 202 млн 221 тысячи долларов. При этом крупнейшим экспортером Турции в прошлом году стали США – 1 млрд 127 млн 861 тысячи долларов, на третьем месте – Катар – 180,5 млн долларов, на четвертом – Объединенные Арабские Эмираты, а на пятом – Марокко. Большой вклад в победу в Карабахе внесло и эффективное использование азербайджанам турецких БПЛА. Также вооруженными силами нашей страны в ходе 44-дневной Отечественной войны использовали современные устройства связи и различные продукции турецкой компании «Ассэлсан». Азербайджан с «Ассэлсаном» сотрудничает с 1994 года. На протяжении всех этих 30 лет почти мы в нашей армии продукты «Ассэлсан» – это самое известное. Кроме этого, мы будем работать над определенными снарядами, которые будут использоваться ударными, беспилотными летательными аппаратами. Там тоже ассортименты очень интересные. Так что мы во всех этих сферах будем развивать свое сотрудничество с турецкой военной промышленностью. В целом, сотрудничество между двумя братскими странами продолжается во всех сферах в оборонной промышленности, в Пирамидете, также и в вопрос совместного производства оружия. Между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и Ассэлсан уже осуществляется совместная производственная деятельность, в частности в области электрооптики и систем ночного ведения. Телеку Сензады, Си Би Си. В Азербайджане выявлено еще 533 случаев заражения коронавирусом. 736 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров. 11 пациентов с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 618 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Число активных больных 7454. За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса 27 417 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2511. Вторую дозу получили 3 453 человека. Бустерную дозу 21 453. Общее число использованных доз вакцин в стране составляет 11 373 965. Об эпидемиологической ситуации мы поговорим с нашим гостем на прямой связи со студией CBC. Ариф Юсифов, заведующий клиникой диагностической лаборатории, доктор философии по биологии. Ариф Майлим, здравствуйте. Добрый день. Ариф Майлим, мы только что привели статистику, которая опубликовала оперативный штаб 533 случая заражения. Можно ли говорить о том, что в целом эпидемиологическая ситуация в плане заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане стабилизировалась? В данном случае это да, можем так говорить. Но думаю, пандемия это такой термин, когда нужно конечные выводы проводить в связи со всей ситуацией. Поскольку мы не можем полностью изолироваться, то рано или поздно все, что происходит во всем остальном мире, придет и к нам тоже. Поэтому нужно оценивать ситуацию в целом и радоваться, когда будут общемировые показатели улучшаться. Окончательно. То есть праздновать победу рановато еще. Да, но праздновать победу еще рано. Вы упомянули об общемировых тенденциях. Во многих странах ситуация не такая радужная, мягко говоря. Мы видим, что и локдауны возвращаются, и ограничения. Где-то возвращается на улицах масочный режим. И связывают это с новым штаммом коронавируса омикрон. Есть ли какие-то данные по нему уже? Насколько он, заражаясь им, люди болеют тяжелее или легче? В научных пока исследований, которые прошли все эти стадии, таких, разумеется, нет. Потому что процесс развивается очень быстро. Но просто взглянув на статистику, и каждый это может сделать, можно сделать какие-то выводы. Но то, что он очень быстро распространяется, это и так понятно. Внезапное увеличение в разы, экспоненциальный рост во многих странах, в том числе в европейских, в Америке и так далее, говорит о том, что он однозначно гораздо более заразен. Скажем так, это плохая новость. Не очень плохая новость, пока не будем говорить хорошим. Не очень плохая новость заключается в том, что рост смерти не такой параллельный, не такой корреляционный, скажем так. То есть, если увеличение идет в три раза, предположим, заболеваемости, но смертность растет совершенно в другой пропорции. В среднем она даже уменьшается или остается на полном же вирусе. Но, опять-таки, это все зависит от страны. Скажите, мутация вируса – это в целом процесс естественный. Можно ли как-то предполагать, сейчас омикрон, этот штамм, он вытеснит и уже вытесняет дельту и дельта плюс? И когда может появиться штамм еще один, который будет доминировать и вытеснит уже сам омикрон? В целом можно ли как-то смоделировать эту ситуацию? Этот процесс естественного мутирования, он у всех живых организмов идет. И в данном случае процесс растягивания всей пандемии, о чем мы с вами еще говорили давным-давно, он ведет к большему возникновению этих мутаций. То есть мутации, они и так возникают, но когда мы не справляемся с инфекцией, не успеваем привидеться, соответственно, переболевшие люди, они создают новые штаммы, новые версии этого микроба, соответственно, все больше и больше вариантов будет возникать. Опять-таки эта гонка продолжается, новые мутации, варианты однозначно будут. Но насколько мы сможем опередить, насколько человечество сможет в этой гонке догнать его, это сказать пока данных мало. То есть определенно ответить на этот вопрос сложно. Но мутации будут однозначно, и у микрон будет вытеснять все остальные, потому что он очень быстро распространяется. Ну что ж, нам остается надеяться на лучшее и беречь себя. Большое вам спасибо, Ариф Малим, за ваш комментарий. Я вас благодарю. Спасибо. Напомню нашим телезрителям на прямой связи со студией CBC был наш гость Ариф Юсифов, заведующий клиникой диагностической лаборатории, доктор философии по биологии. Штамм коронавируса омикрон продолжает вытеснять все предыдущие разновидности вируса. За последнее время данная вариация успела стать доминирующей во многих регионах мира. Более подробно об эпидемиологической ситуации и о том, как страны противостоят распространению омикрон-штамма, в нашем следующем сюжете. Более 90% заражения коронавирусом в Амстердаме приходится на штамм омикрон. В общей сложности в 69 из 76 выбранных положительных образцов тестов на COVID-19 был выявлен именно этот вариант вируса. Об этом сообщили в Амстердамской региональной службе эпидемиологического надзора. Напомним, что власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря по 14 января. В стране закрыты практически все заведения, кроме магазинов, которые продают товары первой необходимости. 18 летальных исходов от нового штамма коронавирусной инфекции омикрон было зарегистрировано в Дании с момента появления штамма в Королевстве. Впервые этот вариант коронавируса был зарегистрирован в стране в конце ноября. В настоящее время на него приходится около 90% всех положительных тестов на COVID-19. Власти Японии в ближайшее время рассмотрят вопрос о возможности введения ограничений внутри страны в связи с распространением омикронштамма коронавируса в стране сохранены ряд ограничений. К примеру, обязательное ношение масок на открытом воздухе действует полный запрет на выдачу новых виз иностранцам. В настоящее время в страну могут свободно въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Глава МИД Турции Мевлюд Шавушоглу и генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг провели телефонный разговор в преддверии намеченного на 12 января заседания Совета Россия-НАТО, передает агентство Анадолу. Стороны также обменялись мнениями в преддверии встреч глав МИД НАТО. Президент Казахстана Касымжом Артокаев в своем обращении к народу сообщил об освобождении экс-президента Нурсултана Назарбаева от должности председателя Совета национальной безопасности. Он сказал, что с сегодняшнего дня будет сам председательствовать в Совете безопасности. Токаев также отметил, что скоро выступит с новым пакетом предложений и в настоящее время находится в столице Нурсултане. Ранее президент Казахстана принял отставку правительства страны. Соответствующий указ Токаев подписал сегодня. Документ опубликован на сайте главы государства. Временно исполнять обязанности главы правительства Казахстана будет первый вице-премьер Алихан Смаилов. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров. Стала известна обновленная трансферная стоимость футболистов, выступающих за сборную Азербайджана. Информацию предоставил международный авторитетный портал Трансфер Маркет. Согласно статистике, стоимость большинства игроков выросла по сравнению с 2021 годом. Среди приведенных в списке футболистов снизилась лишь тарифная ставка защитника Сумгайта Теллура Муталимова. Так возросла трансферная цена игроков Карабаха Шахрудина Магомед Алиева, Рамиль Шейдаева и Рустам Ахмед Заде. Футболистов Зиря Мехти Джанатова, Джалала Гусейнова и Джошкуна Дениева из Невчии Мерта Челика, Азера Салахлы и Эмина Махмудова, а также Антона Кривоцюка, выступающего за польскую вислу, и Рината Дадашева, который по контракту принадлежит английскому Волверхэмптону и выступает за польскую Танделлу на правах Ариэнде. Обычно оценочную стоимость футболистов корректируют после завершения первого круга всего сезона или еще пару раз в год понятен. Оценки футболистов принимают во внимание множество критериев. Это выступления в Еврокубках и во внутреннем чемпионате, и игры за сборные. Международные матчи имеют чуть больше вес и важную роль играет возраст футболиста. Естественно, увеличение трансферной цены наших футболистов – это показатель их качества. И это дает нам надежду на то, что они потенциально могут выступать в различных лигах Европы. Зимнее трансферное окно уже ознаменовалось некоторыми сделками клубов Азербайджанской премьер-лиги. Так, в состав Карабаха из украинского Миная перешел игрок сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде, а Азер Сарахлы перешел из команды Кишля в стальничной нефче. Для подписания контракта с нефтяниками в Баку прибыл Эдзис Рафилов, который до этого выступал в составе клубов Испании. Именно Ахмедов – Сибиси. Сегодня во всем мире отмечается Международный разгрузочный день, что весьма актуально после новогодних праздников и связанных с этими днями застолий. Встреча Нового года у большинства людей сопровождается богатыми застолиями, которые зачастую растягиваются на все зимние каникулы. Как итог – подорванное здоровье и система пищеварения, нуждающаяся в срочной реанимации. Подробнее о том, как вернуться в форму после праздников, в нашем следующем сюжете. Новогодние праздники – это не только приятное общение с родными и вкусный стол, но и полная смена привычного режима питания. Вместо стандартных приемов пищи – бесконечное застолье и вредная еда. Наш организм быстро перестраивается на нездоровую волну, и отказаться от изобилия особенно сложно психологически. Поэтому диета после переедания – заведомо проигрышный вариант. Важно плавно снижать калорийность блюд и включать в рацион овощи, фрукты, нежирное мясо и морепродукты. Как вернуться к привычному рациону? Постепенно нужно добавить в рацион йогурты, сыры, творог, кефир, молочные продукты. Желательно отказаться от острой, копченой, соленой пищи. Хлеб заменить на лаваш или же белый хлеб не употреблять, перейти на ценный зерновой хлеб. В постпраздничный период необходимо уделить особое внимание потреблению достаточного количества жидкости. По словам врачей, известна очень простая формула, по которой каждый может сам рассчитать ежедневное количество воды, необходимой именно его организму – 30-50 мг на каждый килограмм веса. Важно восстановить водный баланс. То есть необходимо пить хотя бы 2-2,5 литра чистой воды или хотя бы жидкости, гулять побольше, физическая нагрузка, двигательная активность. Это все приведет к постепенному возвращению в нормальный свой вес. Диетологи советуют относиться серьезно к этим подсказкам и не переедать, прекращая трапезу сразу после того, как у вас появилось чувство сытости. Человек должен научиться прислушиваться к сигналам собственного организма и питаться интуитивно. Лидия Молодцова, CBC. В Азербайджане планируют развивать популярные виды туризма. Среди них агротуризм, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности. По подсчетам экспертов, аграрный туризм может ежегодно приносить Азербайджану до 200 миллионов долларов. В центре внимания и возрождения туристической инфраструктуры на освобожденных территориях. Увеличить количество маршрутов – одна из важных задач, которая стоит перед туриндустрией Азербайджана на 2022 год. Обратить внимание необходимо и на реализацию других ключевых задач, доступные цены, правильная логистика и создание круглогодичного турпродукта. Надо отметить, что Азербайджан на постсоветском пространстве считался индустриально-аграрной страной. Поэтому с учетом этого развития агротуризма в нашей стране имеют большие перспективы, стратегические направления. Так надо сказать, что проведение различных праздников, праздника гранаты, как мы знаем, это будет тоже положительно воздействовать на агротуризм. По подсчетам экспертов, рентабельность сельского туризма в Азербайджане может составлять 15-25%, а потенциальный финансовый эффект в общенациональном масштабе – не уступать традиционному туризму. Но пока это только расчеты на бумаге. При благоприятном стечении обстоятельств сельский туризм можно развивать и на освобожденных территориях Азербайджана. Надо сказать, что социально-экономическая инфраструктура освобожденных территорий, как мы видим, стремительным ходом меняется. То есть как раз таки постройка и сдача аэропортов Изули и других аэропортов, а также транспортные инфраструктуры, будет также воздействовать на то, что туризм будет на освобожденных территориях быстрыми темпами развиваться. С учетом этого, конечно же, 2022 год с точки зрения туристической дестинации будет благоприятным для Азербайджана. Получается, что экономические предпосылки для развития сельского туризма сейчас наиболее благоприятные. Согласно статистике, только в 2021 году из-за пандемии 45% жителей Баку и Сумгаита, регулярно выезжающих на отдых за рубеж, предпочли провести отпуск в Азербайджане. В этом контексте поддержка сельского туризма – отличная возможность для государства поддержать фермеров и сельское хозяйство, развить внутренний туризм и удовлетворить растущий спрос на альтернативный рынок. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь телеканалом Си-Би-Си. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok